Российское подразделение марки Mitsubishi празднует большой юбилей. В декабре число проданных на нашем рынке машин достигнет миллиона. К слову, первым автомобилем, который 29 лет назад начали предлагать официально, был Lancer. Он же признан самым успешным. За всё время своих владельцев нашли без малого 300 тысяч машин. Далее с минимальным отрывом следует модель Outlander, которая вскоре очевидно получит статус абсолютного бестселлера. Сегодня статус самого продаваемого Mitsubishi носит именно Outlander. Его японцы выпускают на собственном заводе под Калугой, который был запущен ровно 10 лет назад. Там же делают рамные внедорожники Pajero Sport. И ещё один факт. В списке дилеров трёх бриллиантов на текущий момент числятся 111 центров по всей России, от Калининграда до Владивостока. И их число продолжает расти. И продолжая тему японского автопрома. Тем более, что название Mitsubishi отчасти созвучно бренду Mitsubishi. Так вот, маленькая, но гордая и независимая Mitsubishi нежданно-негаданно взялась за переделку с самой свежей Toyota RAV4. Получившийся автомобиль назвали Buddy, то есть приятель, дружище. Это первый кроссовер Mitsuki, который вдобавок ностальгирует по внедорожникам Chevrolet K5 40-летней давности. До этого дизайнеры марки предпочитали вдохновляться британской классикой. Под старые американские рамники стилизованы передние и задние части кузова, но боковины остались чисто тойотовскими. К переделке салона дерзкая фирма подошла ещё аккуратнее, внедрив лишь оригинальные обивки кресел. В плане техники Buddy тоже остался братом-близнецом исходного Рафика. Однако просить за Митсуоку будут вдвое больше, чем за Тойоту, что отчасти обусловлено эксклюзивностью. В следующем году заказчикам отдадут только 50 машин. За пределами страны восходящего солнца необычный кроссовер продавать не будут, хотя на японцев сейчас сыплются тысячи обращений из разных стран, в которых люди просят начать экспорт странноватого паркетника. Впрочем, при всём желании мощностей Митсуоки не хватит, чтобы покрыть этот спрос. Второй момент чисто юридический. Вряд ли Тойота захочет, чтобы переделанные РАВ-4 появились где-то ещё, кроме родной Японии.